Наши вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, и я сегодня не просто так в костюме мафиози и мажора. Я долго думал, во что же сыграть с победителями нашего недавнего конкурса, и в итоге решил подарить ребятам уникальную возможность прикоснуться к классике и сыграть в настолку, которую уже практически не найти. Сегодня на канале 2 в кубе второе издание Ярости Дракулы на русском языке. Впервые эта игра была издана аж 30 лет назад, в 1987 году компанией Games Workshop, которая выпускает настольный Вархаммер. В 2005-м второе издание этой игры появилось на свет силами Fantasy Flight Games, а в 2008-м увидела свет русская версия от компании Smart. Стоит отметить, что в 2015-м появилось и третье издание Ярости Дракулы, которое также планировалось к локализации, но из-за разногласий FFG и Games Workshop производство этой игры было прекращено после первого тиража, и достать себе копию даже на английском не просто уже сейчас. В основе этой игры, что 30 лет назад, что сейчас, лежит противостояние легендарного графа Дракулы и группы охотников на вампиров, среди которых сам Ван Хельсинг. Действие разворачивается на территории Европы конца 19-го века, и по базовому геймплею напоминает практически любую детективную гонку, как Scotland Yard, Mr. X или даже Отечественная Коронация. Но в отличие от большинства подобных игр, в Ярости Дракулы недостаточно просто изловить вампира, надо его еще и победить. Убийство Дракулы — единственный способ победы охотников. Старому вампиру же достаточно просто оставаться в живых определенное время, чтобы успеть построить свою империю. Все сыщики в игре действуют сообща, так что с определенной натяжкой Ярость Дракулы можно назвать настольной игрой с ГМом. Герои могут абсолютно безопасно перемещаться по дорогам, либо с определенным риском воспользоваться поездом. В чем тут риск? Например, можно попасть на проверку билетов и пропустить ход. Нет, серьезно, это даже в правилах написано. Вероятно, в Европе конца XIX века все ездили исключительно зайцами. На дальние расстояния удобно перемещаться морем. Раздобыть полезные предметы охотники могут только в крупных городах. Но в любом месте можно положиться на удачу и взять карту события. Все дело в том, что карты эти берутся снизу колоды, и игроки не знают, достанется им событие охотников, либо событие Дракулы, которое тут же уйдет вампиру. Сам он такие карты тянуть не может, поэтому будет очень благодарен такой помощи со стороны охотников. Некоторые события идут сразу в игру, а некоторые можно приберечь на будущее, но у каждого игрока есть определенный лимит предметов и событий. Среди карт событий встречаются и союзники, как Дракулы, так и охотников. Но если охотники колесят по Европе так, что об этом знает вся круга, Дракула предпочитает двигаться скрытно. Ему доступна специальная колода карт, в которой представлены все участвующие в игре города. Свой маршрут он выстраивает, выкладывая цепочку этих самых карт, да еще и устраивает охотникам разнообразные засады. Если охотник попадет в город на пути графа, его карта открывается, но и засада срабатывает. Здесь и манипуляции с картами охотников, и смертоносные ловушки, и даже приспешники графа, с которыми предстоит сразиться. Боевая система в игре очень необычна, и, пожалуй, даже уникальна. Обе стороны каждый раунд выбирают по карте, которую будут использовать, а затем кидают кубик. Выпавшее значение прибавляется к числу на карте, а также к другим модификаторам. Победитель ищет в табличке название карты, которая была сыграна против него, и применяет указанный эффект. Таким нехитрым образом игра выстраивает прямую взаимосвязь между действиями противников в бою. Если игрок провалит попытку бегства против винтовки, он получит солидный урон в спину. А если мощь Дракулы достаточно велика, он сломает даже осиновый кол. Также в игре представлена смена времен суток. Каждый раунд время потихоньку сдвигается вперед. Днем Дракула довольно слаб, и может разве что поцарапать обидчика когтями. Зато ночью раскрывается его истинный потенциал. Помимо довольно мощных боевых способностей, он умеет просто растворяться в тумане, или даже обратиться в летучую мышь и улететь от охотников. Я в Румынию. Помимо этого, графу доступен целый арсенал особых сил. Можно набрать сразу кучу новых засад, попить кровушки, или даже обратиться волком, и пробежать до двух локаций сразу, если прижмет. Но перемещается Дракула только по дорогам. Поездами не пользуется. При необходимости, конечно, он может поплыть морем, но тут есть целый ряд неудобств. Во-первых, это сразу видят охотники. Во-вторых, в море почему-то не идет время. А в-третьих, соленая вода, видимо, очень вредна для нежной мертвой кожи, потому что в море граф постепенно теряет здоровье. В общем, задача охотников этого самого здоровья его лишить. По-хорошему, нагнать его днем, пока он почти бессилен, и вырит зубы. Однако, если Дракула убьет одного из охотников, либо хорошенько его покусает, потерпевший попадет в больницу, а граф продвинется к победе аж на два шага. Такой же прорыв он совершит, если вырастет в засаде нового вампира. Ну и каждый рассвет приближает его к победе на один шаг. Охотники могут противопоставить этому особые способности за очки решимости, которые постепенно растут. Ну и, конечно же, свои собственные уникальные черты и умения. Ярость Дракулы — это настоящая детективная гонка, главный азарт которой заключается именно в преследовании вампира, когда охотники уже набрели наслед и начинают просчитывать ходы врага, окружать и устраивать засады. В этот момент игра становится максимально острой. В ход идут самые изощренные приемы обеих сторон, ну и, конечно же, блеф. Возможность сбежать прямо из-под носа опытных охотников и повести их по ложному следу, либо перехитрить самого графа Дракулу, просто бесценно. В качестве явного минуса игры можно выделить, пожалуй, лишь влияние кубика в бою. Довольно обидно бывает, когда уже загнанный в угол Дракула просто слишком удачно прокидывает бой и потому остается невредим. Тем не менее, главный фактор, определяющий успех, здесь все же не кубик, а грамотное планирование. В третьем издании игры, кстати, кубик вообще убрали, но мы его, к сожалению, скорее всего, так и не увидим. А во второе издание «Ярости Дракулы» я сыграл с победителями нашего конкурса. Ссылку на запись полной игровой партии, а также мнение всех игроков вы можете традиционно найти в описании. Сиплый больной вампир. Дожили. Чеснока мне! Не знаете, где купить настольные игры? В магазине «Игровед» сотни игр на любой вкус.